Ну что ж, мы сегодня немало фильмов обсуждали в нашей программе. Вот еще один, который я бы хотела вспомнить, вернее, кадры знаменитые. Кадры из не менее знаменитого легендарного фильма «Бриллиантовая рука». Помните тот самый момент, когда герой Андрея Миронова на показе МОД-69, вот этот вот брюки превращаются, брюки превращаются, и вот там неловкие движения руки, и кульминационная фраза «Извините, маленькая техническая неувязочка». А вот у моей следующей героини технических неувязочек не происходит, а вот брюки у нее непременно превращаются во что-то очень интересное. Легким движением руки брюки превращаются, брюки превращаются в элигантные шорты. А это Айва Зиле. И в ее руках брюки тоже превращаются. В платья, пальто, рубашки, кардиганы, жилетки, юбки. «Все началось с пальто. Но это, правда, таких моделей же нет, с какими я начала, потому что, ну, я вообще не люблю шить то, что уже сделала». Оттажды лет пять назад Айве в руки попало несколько пар старых джинсов. Они, вспоминает Айва, были настолько хорошо и даже красиво сшиты, что выкинуть их на мусорник просто не поднялась рука. И тогда девушка стала думать, как же еще их можно использовать. Думала, думала, а потом сшила из них пальто. Вот такое похожее теперь висит у нее в небольшом магазинчике в Риге. Вот они, следы прошлой жизни. Это одни джинсы? Нет. Сюда по всему это разные джинсы. Две пары на одно пальто уходит, две пары джинсы. Всю одежду Айва шьет своими руками у себя дома в мастерской в небольшом городке Апе, что примерно в 200 километрах от Риги. В день может получиться одно пальто или два-три платья. В исходном материале Айва практически не нуждается. Свои отжившие век брюки и джинсы несут ей друзья, знакомые, посторонние люди. А бывает и сама Айва устраивает набег на какой-нибудь секонд-хенд. Самый популярный продукт мой – это платье из мужских рубашек сделано. Там не только. Вот на каждое платье уходят две рубашки. Серый – мой любимый цвет. Когда они приходят, у меня там куча бывает рубашек. И потом это главная задача – их скрестить. Женщины говорят, вот у моего мужа красивые рубашки, можно шить платье мне из них. Я говорю, но я не буду шить именно для вас. Я шью платье. Если понравится, это будет ваше. Потому что там иногда не складываются просто вещи. Рубашки нравились, а платье не нравится. Стильная, небанальная одежда из старых брюк или рубашек – это не только полет творческой фантазии дизайнера. Едва ли не важнее сегодня для Айвы является то, что, давая новую жизнь старым вещам, она реализует идею вторичного использования продукта и поддерживает философию зеленого мышления. Загрязняет это всю природу. Это вторые показатели у модной индустрии. Первое – это нефтяное производство, а потом модная индустрия. Примерно 40 тонн текстиля каждый год выбрасывает даже Латвия. И это все полигон, потому что разбираться с текстилем мы стали только в этом году. Это очень маленькая часть, которая там сортирует, да. Все остальное просто закапывает в землю. У нас очень маленький процент, который перерабатывает там 1 до 3 процентов. «Апсайклинг» – так на английском звучит идея повторного использования материалов. В мире она с каждым днем все набирает обороты. Не только молодые прогрессивные бренды демонстрируют на мировых подиумах коллекции, шитые едва ли не из вещей со свалки. Но и именитые дизайнеры готовы пересмотреть свое видение моды и частично отказаться от тонн тканей и использовать уже бывшие в употреблении материалы. Интересно, что идею апсайклинга поддерживают и знаменитости, демонстрируя на красных дорожках в том числе и платья, которые когда-то, возможно, были штанами. Анастасия Ружанская, Увис Бурьенс, Латвийское телевидение.